Друзья, всем привет! Ну что, против Гончаренко выступил и Китай, и Северная Корея. Вот так вот. Что, о чем речь? Да, в моем интервью в CNN, в котором я сказал, что украинцы готовы быть плечом к плечу с Соединенными Штатами, если они сегодня помогут нам выиграть войну против России. И после этого украинцы готовы быть с Соединенными Штатами вместе в окопах под Пекином, Тегераном или в Северной Корее. Это вызвало истерику. Сначала у... Ну а потом понеслась уже и Китай, и Северная Корея. Ждем Иран. Друзья, сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и объявляю новый сбор, друзья. Новый сбор для наших вооруженных сил. 59-я бригада, знаменитая бригада, очень крутая бригада. Им нужна помощь. Им нужны рэбы, которые защищают танки. И вот для того, чтобы защитить 5 их танков, знаете, защитим наш танчик. Нам нужно 200 тысяч гривен собрать. Не очень большая сумма. С вашей помощью, уверен, мы это сделаем. Все ссылка в описании, как задонатить. Пожалуйста, присоединяйтесь. Нам нужно помогать нашим ЗСУ. Особенно сейчас, когда заокеанская помощь задерживается. И вот как раз об этом. О заокеанской помощи. Пока заокеанская помощь задерживается, очень важно доказать и объяснить им, почему они должны нам помогать. Вот у них новый пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Ну поверьте мне, это даже для США большая сумма. 60 миллиардов долларов. И им говорят всякие изоляционисты. Зачем? Зачем вы тратите эти деньги на какую-то Украину, которая далеко и непонятно где она? Ну зачем? Зачем вы это делаете? И Путин им говорит, через такера Карлсона и прочих. Зачем? Ну зачем вам это нужно? Друзья, и вот на все это нам нужно дать ответ. И просто ответ, мы тут за ценности, мы тут за демократию. Хорошо, но уже мало. Ответ, что мы же отдали ядерное оружие. Я это постоянно напоминаю под ваши гарантии. Но тоже мало, потому что, к сожалению, мы тогда, наши керманычи, ну совершили просто преступление против Украины, с моей точки зрения, и отдали оружие без четких гарантий. Без четких ясных гарантий, а вот какие-то такие невнятные. Ну поэтому это уже наша проблема. Хотя, конечно, напоминать им нужно. Поэтому нам нужно сейчас доказать, что это им, им выгодно, им нужно, чтобы Украина выстояла, и чтобы Украина сохранилась, и чтобы Украина потом была им полезной. А к чем мы можем быть полезны? Правильно. Мы у нас сегодня уникальная, наш главный ресурс, это сотни тысяч людей с боевым опытом, которые прошли войну 21 века. И никто, ну во всем мире есть только еще, к сожалению, российская армия такая, ну и американская армия чуть-чуть в другом ключе, ну и в принципе все. Больше ни у кого такого опыта нет. Более того, друзья, и речь не о том, что кого-то туда надо отправлять насильно, воевать там, условно говоря, в Северной Корее. В Украине вообще будет вопрос, многие из этих людей, они к мирной жизни, им будет очень сложно вернуться, и они будут искать себя в военном деле. Нам надо будет принимать решения о частных военных компаниях, законодательства. Украинцы будут воевать во всем мире, это нужно понимать, это неизбежно. И поэтому лучше воевать не где-то, а с нашими союзниками, и об этом и нужно говорить. Ну и более того, если сегодня Америка нам не поможет, ну да будем честны, воевать некому будет и негде. Нам будет очень тяжело удержаться против путинской агрессии без помощи Соединенных Штатов Америки, как нам было бы, если бы эти два года без США. Ну представьте себе, даже вот только их, мы часто говорим, Хаймарсы, там, Джевелины, да, Три Семерки, Гауби, ЦФ-16, Брэдли, все остальное. Развед, помощь США, она вообще бесценна. Без этой нашим Хаймарсам некуда было бы бить, мы ничего бы не знали вообще, что делать. Вон прошлый материал про Нью-Йорк Таймс, кто не видел, посмотрите, про их рассказ о том сотрудничестве украинских и американских спецслужб, в частности, ЦРУ. Поэтому без США нам не выжить, а значит нам нужны США, а значит мы тоже должны брать на себя обязательства. Именно об этом я и сказал в этом интервью, и вот как это звучало. Ну и вот, друзья, все это вызвало истерику. Ну, конечно, сначала у Руси, они еще попытались даже в Украине разгонять, мол, тут Гончаренко на пушечное мясо украинцев, ну, как вы понимаете, все чушь собачья. А потом, друзья, пошла жара и Китай включился. Значит, официальный представитель Китая сказал, значит, что блоковая логика не даст безопасность. Ну да, мы в Украине это видим. И даже спецспецпредставитель Северной Кореи, какой-то там, какой-то Рёххюн, в общем, он сказал, что мы ядерная держава Северная Корея, а Украина слабаки. И пусть, мол, даже там не думают, и мы тут Северная Корея, если что, их ай-ай-ай разнесем. Но, как вы видите, это их всех очень забеспокоило. И у всех у них началась просто истерика на эту тему. Просто истерика. Друзья, это очень показательно, на самом деле. И это говорит о том, что всё я сказал правильно. Пишите вы в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу. И, похоже, я таки привёл тот аргумент, который реально может помочь Украине. И который вызывает истерику у наших недругов и просто откровенных врагов. Друзья, подписывайтесь, пишите, что вы думаете. Делитесь и присоединяйтесь к нашему сбору. Нам нужно помогать нашим сбройным силам, чтобы мы победили. А потом наши сбройные силы будут мощнейшим нашим активом.